которые были вот на ту ситуацию, которая у нас сейчас наблюдается в Украине. У меня было видение. Я видела очень четко Днепр, Киев. Я видела капли крови, которые от Киева текут по Днепру. И все ниже и ниже по течению Днепра. Я видела все больше и больше крови. Это было в 2012 году. До всех этих событий. Я говорила, что возможно будет некое столкновение. Но сейчас я получила некое продолжение этого пророчества. Я думаю, что это пророчество к тому, что все-таки Украина будет разделена. Тогда я не решалась такого сказать. Но возможно это ведение к этому. Я видела кровь, которая разделяет Украину. Возможно придет такой момент, когда Украина разделится на западную и восточную. Брат пророчествовал. Переживания во время молитвы, стоны, крики. Я понимаю, что это будет гражданская война. Это 2012 год. Это даже не прошлый сон. Она будет не какого-то маленького масштаба, а будет иметь широкое действие. Относительно, это уже другая сестра пророчествует. Относительно разделения Украины. Я видела перед глазами карту Украины. Причем она разделена не на две части, а на три. И каждая из этих частей разделена четкой красной границей кровавой. На востоке Украины. Кроме того, граница красная, она покрыта черной. Республика Крым была совершенно отдельно. А вот западная Украина, зелено-голубая, такой цвет я видел. Вот такие три части. Крым совершенно бесцветный. Еще пророчество. Господь объявляет Украину страной, в которой пройдут его суды. Эти действия произведут сильный отклик во всем мире. Действия – это раскол Украины через военные действия. Я просто вспоминаю четкое видение, которое я видела на прошлом сонне. Это был серый город. Трубы металлургические. Это восток Украины. Я видела, как над ним сгущаются тучи. Конкретно было слово. Я обращу их зло на их головы. Я вспоминаю, что я смотрела на этот город. Я смотрела через стекло или объектив, на котором была кровь. Я понимаю, этот объектив был связан с теми видео-оповещательными, информационными структурами, на руках которых была кровь. СМИ приложили руку, что в этих регионах кровь потечет. Это не только то, что мы видим глазами, но и то, что мы слышали, то, что читаем. Людей настолько подзадоривает и настолько агрессивность идет. Вот этот объектив был заляпан кровью. На тот момент 2012 года я думал, что это стекло. Сейчас я понимаю, что это связано с освещением информации, фото, тележурналистов. Еще видение, ночь, звезды. Когда радаром освещается небо, показывается, что летят военные самолеты. Такое понимание, что готовится десант. И потом было видно...